Всем привет! Мы продолжаем сталкивать лбами White Media и заводскую китайскую прошивку. Сегодня мы сравним музыкальные плееры на обоих прошивках. Напоминаю, что наша прошивка постоянно обновляется, и это видео актуально на конец ноября 2017 года, потому что мы постоянно усовершенствуем свое программное обеспечение. Дизайн музыкального плеера на White Media полностью переработан и поддерживает все возможности кастомизации. Отображение обложки можно изменить в настройках на любую удобную вам. В настройках доступен пункт «Сортировка треков по имени», что позволяет, наконец-то, удобно искать треки. В прошивке от производителя такой опции не предусмотрено, а значит треки будут сортироваться по названию файла. В настройках есть функция уведомления о переключении композиции. Одной из главных особенностей данного плеера является параметрический эквалайзер. В чем его отличие от стандартного графического? Графический позволяет регулировать ограниченное количество полос. Низкие частоты, средние частоты и высокие частоты. Производителям подразумевается, что по этим трем настройкам можно выбрать основную частоту. Но, как практика показала, что в данном эквалайзере работает только три левых регулировки. В чем же отличие эквалайзера White Media? Он, во-первых, параметрический. Что это означает? Это означает, что помимо уровня, уже нам привычного, и частоты регулировки F, мы можем регулировать добротность, обозначенная буквой Q. Добротность – это ширина полосы. Чем добротность выше, тем более острой становится регулировка. Чем ниже, тем она становится более плавной. Тем самым мы можем сделать более точную настройку под особенности салона автомобиля. Сделать переходы между низкими, средними, высокими частотами более плавными и более приятными на слух. Ну и разумеется, в отличие от эквалайзера китайского производителя, здесь все-таки регулируется не только уровень, но и частота, а также добротность. Также в данном окне находится уровень сабвуфера, частота среза фильтра на сабвуфер и уровень лоудес. То есть, усиление низких и высоких частот при низкой громкости воспроизведения. Для чего он нужен? Когда громкость небольшая, человеческий слух чувствителен больше к средним частотам, и создается впечатление, что низких и высоких частот как будто бы нет. Чем выше будет лоуднес, тем больше будет подъем низких и высоких на низкой громкости. При высокой громкости эта разница выравнивается и становится обычной. Почувствуй разницу с White Media! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова